Родители школьников вновь сядут за парты. Сегодня по всей стране проходит акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сегодня взрослые сдают русский язык. О том, как проходит экзамен, расскажет моя коллега Полина Жданова. Она с нами на связи. Полина, здравствуйте, вам слово. Доброе утро, Антон. Сегодня в Барнауле и во всем Алтайском крае уже стартовала всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Эта процедура будет проходить по всем правилам ЕГЭ, то есть распечатка кимов прямо в аудиторию, также регистрация и многое другое. Немного подробнее нам об этом расскажет министр образования и науки Алтайского края Максим Александрович Костенко, который также принимает участие в этой акции. Здравствуйте, Максим Александрович. Расскажите, пожалуйста, вы сами впервые участвуете в такой акции? Так уж сложилось в моей жизни, что действительно сегодня я буду сдавать вместе со своим старшим сыном первый раз ЕГЭ в своей жизни. Надеюсь, мне эта процедура понравится. Во всяком случае, я пойму, насколько я соответствую современным требованиям качества образовательных результатов по русскому языку. А вообще для родителей насколько значимо поучаствовать в такой акции вместе со своими детьми? Мне кажется, сегодня нет более дискуссионного, наверное, вопроса, зачем вопрос ЕГЭ? Нужен, не нужен, полезно, не полезно. Поэтому, чтобы не просто иметь суждение, а почувствовать на себе, что же такое ЕГЭ, полезно или не полезно, и насколько оно волнительно, конечно, важно, мне кажется, самому родителю ощутить себя на месте своего выпускника. Ну и про настоящее ЕГЭ. Как много учеников, как много школьников сдают в Алтайском крае в этом году этот экзамен? Около 13 тысяч человек будет сдавать единый государственный экзамен. Это почти 12 с половиной тысяч выпускников этого 2019 года. И около 500 человек, выпускников других лет, по разным причинам, не сдавших или пожелавших пересдать ЕГЭ в этом году. Поэтому для всех них будут предоставлены одинаковые возможности и условия. И все они в обозначенное время основного периода, либо дополнительного, могут сдать единый государственный экзамен. Спасибо большое, Максим Александрович. Ну и чуть подробнее еще об этом я расскажу в следующих выпусках новостей. Сейчас, Антон, я передаю слово в студию. Продолжение следует...